Так, я уехала из деревни, у меня на это есть веская причина. У каждого человека есть заветная мечта, либо заветные желания, но до исполнения моей заветной мечты мне еще далеко и не знаю, смогу ли я когда-то ее осуществить. А вот одно из своих заветных желаний, я надеюсь, что сейчас оно осуществится. Те, кто с нами давно знают, что я давным-давно занимаюсь собаками спасением, и хочу вам сказать, что каждую собаку, которая прошла через мои руки, я помню, но всегда жизнь волонтера, ну, всегда какое-то хобби, там, скажем так, оно начинается с кого-то, с чего-то. Вот у меня тоже есть, с кого началась вся моя эпопея волонтера. Есть одна очень хорошая девчушка, которую я не видела три года. Благодаря вам я смогла за три года выполнить то, наверное, что бы, что не смогла бы сама за несколько, за много-много лет. Благодаря вашей помощи, поддержке мы очень многих спасли. Многим нашли дом. Я всех люблю своих животных, но есть такой, знаете, всегда определенный любимец. Так вот, Дадюха, это мой любимец, мой фаворит, и спасение животных началось именно с нее, у нее очень тяжелая судьба, ее нашли щенком-подростком, всю врезанных ранах. Ей занималась даже девушка Ева Кедровская. Она пишет замечательные рассказы о животных, живет в Екатеринбурге. То есть она на расстоянии помогала спасать Надю. А я Надю взяла когда-то на передержку, то есть залечивала ее раны и физические, и душевные. Судя по тому, как потом доставали крючки из ее лапок, эту собаку подвешивали и пытались снять шкуру на живую. То есть это очень страшная история. Тогда у меня еще не было канала, не было вообще, в принципе, кроме своих личных столько животных. Я еще и не была знакома с волонтерством и с волонтерами. Те, кто поймет, откуда я ее забираю, пожалуйста, не упоминайте названия все эти годы у меня. Я о них помню. Но так сложилось, что я не могу с ними видеться. В общем, эмоции меня переполняют. Сейчас я доеду и покажу вам мою звезду. Надюш, Надь, Надя, Наденька, привет, моя зайка. Привет. Я забрала Надю. Не нравится мне ее состояние шерсти. Говорят, что проблемы с печенью. Поедем сдавать биохимию. Потому что она, конечно, у меня дамочка возрастная, но не настолько. Надюха. Не так, конечно, я представляла нашу встречу после долгой разлуки. Вот она сидит, едем в клинику, заехали по пути в магазин, купили обработку. Ей купили кошке нашей корм, зайке. Купили зайке капель для ушей. Сейчас поедем, отвезем все для зайки и сдадим Надюхе биохимию, чтобы понимать, почему она такая худая. Надь. Так, вот мы с Надеждой, с Надюшкой приехали в клинику. Надюш, поднимайся. Молодец, умница. Понимай, девочка. Не, нам другую дверь. Наденька. Надя. Надюш, идем, взвесимся. Идем. Давай, 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 идем, да. Вот сюда вставай. Молодец. Четырьмя лапами. Четырьмя, четырьмя, четырьмя. Нет, полностью встань, полностью. Наденька, молодец, молодец, девочка. Двадцать и четыре. Двадцать четыреста. Сейчас мы с тобой кровь сдадим, малыш. Ты молодец, только глаза немножко выпучила. Ты молодец, я с тобой. Они, вот они, болячки, они, вот здесь, смотрите, они вот, вдоль позвоночного столба, вот они, все и идут. Это действительно здесь блохи были. Обработку сегодня было, да? Да, вот сейчас ехали, я ехала на работу. Что, все, спускаю ее? Спускаю? Да. Ну, я, конечно, немножко напешила, потому что, когда я забирала, я готовилась к радостной встрече с ней. Но, увидев ее, у меня, конечно, все в душе перевернулось. Так, ну, мы сейчас едем в приют, возвращаемся, там, работников, что нужно забирать, Надюшку подселить. и вечером я вернусь в клинику, узнаю результаты биохимии. И проведаю нашу кошку-зайку, булку. Обязательно все вам покажу. Сейчас отвезу еще корм кошкам. Мы до сих пор ждем поставку корма. Какие-то проблемы с доставкой. Корма у нас нет. Ксения, наша подписчица, прислала нам мешок 10 килограмм кошачьего корма и нам с Аней по тортику. Спасибо огромное. Сейчас отвезу хотя бы у нас на несколько дней будет корм. Надеюсь, что на неделю он придет все-таки. Так, ну, мы едем, а там дальше продолжим. Время полдесятого. Я добралась до клиники. Вот так проходят мои дни. Это был выходной. Завтра на работу. Сейчас пойду узнаю результаты анализа, проведаю нашу зайку. Проведаю нашу булку. Все, я вам покажу лаврушку. Вот она у нас зайка лопает. Да? Лопает, моя девочка. Кусы-кусы, малышечка. Так, ну вот я и привезла. Теленка, леда, тухой, влажный корма. Капли отдала врачам, чтобы ловушки капали. Это наша зайка. Зайка, почему? Покажи лавочку, зайка. Давай, я пойду, и ты будешь кушать. Девочка моя. Девочка моя. Ну, пожалуйста. Что-то ко мне приступила. Ох, да. Вот она наша лавочка. Пошли немножко разошлись. Ну, все хорошо. Сыхает, затягивается. Вот она наша девочка. Наша зайчка. Да, зайчка. Скандалист. Лаврушка. Лаврушка носится. Стоит, молодец. Лавруша, давай, 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 лапками передвигай. Молодец, сынок, молодец. Давай лапушками своими, да? Да, лаврушка. Ну-ка, ставь лапки. Давай лапки. Ставь лапки. Что значит не хочу забыть? Ты не можешь здесь сидеть вечером. Платон скандалист. Платон скандалист. Все. Гуляй, гуляй. Лука. Лука, ты не знаешь, меня. Лачка. Ого, хорошо затягивается потихоньку. Грануляция идет. Давай, 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 давай. Ты боишься фитнеса? Я понимаю, что спорт это не твое. Давай, давай, булочка, давай. Давай, давай, давай. Вообще худеть не хочет, лестницу не любит. Давай, давай, тебе полезно? Я тебя специально по высокой вожу. Вот, вышли делать свои дела. Она-ка у нас как приличная девушка терпит. Так, ну, врачи сказали, что еще немножко, несколько дней. Грануляция идет хорошо, и можно будет забрать. Дорогие вы мои, в прямом, в переносном смысле. На сегодня, ребят, все. У меня был очень насыщенный день. И эмоционально, и физически. Завтра идем на работу опять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра. 8,410 это за булку. И 6,100 это за зайку. Привет, моя красота. Привет. Привет, моя красотка. И моя красотка. И лапушки сложила. Ты такая девочка красивая. И рад кому на тебя прям подживай. И я не знаю, что это. Спасибо. Спасибо.